Век 21 достаточно стремительно и напряженный для того, чтобы тратить попусту время свое и чужое для выяснения возникающих проблемных вопросов. Новый закон об обращениях граждан и юридических лиц упростил эту процедуру, объединив их в один документ. Что касаемо индивидуальных предпринимателей, сделать это возможно лишь путем внесения обращений в книгу замечаний и предложений. Очень часто в налоговую инспекцию поступают обращения граждан, в которых они просят наказать должностного лица организации или индивидуального предпринимателя, не выдавших книгу замечаний по первому потребованию. От граждан совершенно необоснованно требуют сообщить о том, какую запись они планируют внести в книгу, либо вовсе отказываются выдать эту книгу. Ссылаясь либо на ее отсутствие, либо на то, что она находится у руководителя, которого в данный момент нет. В некоторых случаях отдельные работники заявляют, что выдают книгу только с разрешения руководства или только работникам контролирующих органов. Поэтому каждый субъект хозяйствования должен иметь подобную книгу и, что самое главное, предъявлять ее по первому требованию человека, который не обязан объяснять причину и не обязан предоставлять какой-либо документ. Это правило довольно часто нарушается. За 4 месяца 2013 года работниками инспекции в ходе контрольных мероприятий установлено нарушение введения книги замечаний и предложений у 12 субъектов хозяйствования, которые были привлечены к административной ответственности. Сумма административных штрафов, поступившие в бюджет, составила 5 миллионов рублей, которых можно было бы избежать, соблюдая законодательство. Поэтому всем субъектам хозяйствования следует помнить, что в соответствии со статьей 9.24 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, не предъявление книги замечаний и предложений по первому требованию влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 4 до 10 базовых единиц. Продолжение следует...